Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Меня попросили комментировать, не все, а несколько. Это вот у нас будет уже 15-я встреча Невзорова Александра Глебовича. Уроки атеизма. У меня здесь написано «Будущее РПЦ». Здесь почти во всем я с ним согласен. Просто пройдусь еще местами писания, подтверждение дам. И православным священникам, людям я бы советовал повнимательнее отнестись к тому, что говорит Невзоров. Вот смотрите, что он говорит. Что у них произошло стояние, призывала православная церковь. Это было, оно было жиденьким, но оно произошло. 15 тысяч участников, из них 90% бабушек принесли автобусами. Зачем? Какое стояние? Стояние – это профессиональная болезнь священнослужителей только православной церкви. Они стоят на месте, как столбы. У всех болят ноги. Лопаются жилы, но никуда не пойдут. Упрямство, твердости священников православных можно многим людям позавидовать. Но ведь написано же, Марка 16, 15 стих, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Вот Невзоров неоднократно касается этих девушек, которые там пусть и рают, то там они там танцевали, там то другое. Рассуждение абсолютно неправильное. Я неоднократно возражаю ему и говорю, и не правы православные. Никакие это не девчата. Это грязные, блудливые бабы. Как отец Дмитрий Смирнов говорит, женщины, самые безнравственные, каких сатана нашел. И он двинул их к святому месту. Но дальше-то, дальше-то уже прорва началась с православной церковью. Что там было? Хватали, что только не делали. Я говорил, их пальцем нельзя было трогать. Храм осквернен. Это надо поверить. Осквернение на три месяца. Храм закрыть, большой замок купить, и никому, ни с какой стороны в храм не заходить. И сразу же объявить. Вот тут стояние молитвенное. Не стояние, а будем молиться. Одни приходят, другие уходят. Круглосуточно, три месяца, при любой погоде. И молиться, чтобы их Бог простил, если они покаются. Чтобы не убил их. Чтобы православные патриоты не зарезали их. Чтобы не говорили микрофоном в глотку забить, до руки потрубать. А чтобы плакали и молились, что не воспитывали, не проповедовали. И вот такие люди теперь родились. Богохульные. Эта женщина считается более слабое существо. Они на что надеются? Их подтолкнули к этому. За ними стоят какие силы? А они теперь дети. Они детей брали, прикрывались ими. Он как будто этого не знает, Невзоров. Я вижу это. Как он этого может не видеть? Все люди видят. Но дальше надо было патриарху все время выходить с народом, молиться и молиться. Приносить Богу покаяние, что забыли народ. Что заботились только об этих своих табачных производствах. О деньгах. О продаже. Что не учили людей. Преследовали. Покаяние принести перед старообрядцами. Сколько труда было вымолить. Ничего не сделали совершенно. Когда началась перестройка, как Зоя Кархмальников говорит, ну казалось, ну все, церковь посадили. Не тут-то было. Они пошли самым гнусным путем. С новой властью опять прелюбодействием занялись. Это прелюбодействие церкви. Как блудница на багряном звере. Это не относится к ней, но смысл очень близко подходит. Нет той власти, с которой бы не заигрывала, не искала в ней помощи. А в Германии? В Германии с Гитлером заигрывали. Точно так же. И тоже лезли во власовские другие отряды, чтобы отомстить один строй другому. Православные не знают Бога. Попам никогда за это не ответить. Если бы они учили, почему у баптистов не восстал ни один такой вот так люто воевать. Да, там были отступники, но ни одного такого Невзорова-то нету. И у адвентистов нету. Ни у кого нет такого. Даже у мусульман нет такого. Только для православия Бог оставил вот этот бич гнойный, страшный в лице Невзорова. Но он нужен, он страдает-то из-за нас. Он был бы другим. Такие таланты он мог бы куда употребить? Может быть изобрел бы то, над чем бьются сегодня неразрешимые вопросы. Это было ошибкой стратегической. Продемонстрировало не то, что надо. Аминь. Из шкафа, он говорит, посыпались скелеты. Там часы, троюродная родня, дачи, корпорация, ПЦ. Он прав. Здесь нужно только склонить голову и сказать «бей». Мы заслужили это. И он бьет, он страдает за нас. 1 Петра 3,16. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе, житие во Христе». Вот на какое оружие. Начать жить. Но ни один же, ни чапли, никто не изменит образ жизни. Ни один. Так же будут благословлять танки, так же направлять в Чечню. В Чечне-то это, которая защищает своих-то, это патриоты своей родины. Какие же это бандиты? Мы туда пришли со своими правами, насилуют их, убивают. Кто Эльзу Кунгаеву убил? Кто изнасиловал? Что? Уже суд вынес решение. Таких тысяч было случаев-то. Напьются, как говорится, нажрались и пошли по бабам. Тебе это не Россия. Там тебе женщина крестом живет в споре, как в Кабуле было с советскими. Ну можно было людям-то это рассказать, что не делайте это, покажите пример. Да, они нас гонят, у них есть основания, их переселяли, выселяли, в Казахстан высылали. Мы должны перед чеченцами им покаяние привезти. Новодворскую, всяческий клеймят, а у ней так многому можно поучиться, сколько она страдала. Она однажды выставила же программу, будучи президентом, чтобы сделала. Вот у меня тоже программа есть, если я был бы патриархом. В первую очередь, прикрыть все новостроящиеся храмы. И вот здесь, говоря о храмах, неоднократно, а Александр Глебович прав на все 100%. 1 Петра 4,4. Почему они удивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Вот почему неверующие ненавидят верующих. Что мы с ними не участвуем в этом. Причина-то в этом. Даже мы правильно будем жить, исполняя заповеди Божии, они не перестанут нас ненавидеть. Мы знаем, по житиям святых, самых святых. Они хватали, как Поликарпа Смирского, Ринея Леонска, Киприяна Карпагенского. Это более позднее. Игнатия Богоносца бросили львам. Они не перестанут преследовать. Наоборот, даже за такими будут гоняться. 1 Петра 4,14. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны. Ибо Дух Славы, Дух Божий почият на вас. Теме Он хулится, а вами прославляется. И к этому надо быть готовым. Всегда. Вы говорите, что бизнес масштабный. Да, так и есть. И говорите еще дальше, средневековая злоба. Ну, примерно такая, как у ваших. Такая же. Традиционная. Что скрывает многое. Да, так. И что церковь православная не может себя чувствовать в безопасности без жандарма, без 14 пунктов, которые были еще в царское время. Которые ограждали церковь и наказывали, карали, карали, вправе до смерти за богохульство. Здесь Невзоров тоже прав. Я это на личной жизни могу показать. И теперь они ищут обезопасить эту структуру. Ее не надо обезопасивать. Она самая враждебная сегодня в государстве. И ничто не послужит к большему позору страны, как РПЦ в том виде, в каком есть. В том виде, повторяю. Она нужна, РПЦ. Русская православная церковь. Это свято, чисто. Но ее никто не знает. Я маленький такой пример. Я с папами, когда беседую, со священниками-то. У меня брат священник. Я сам учился. Я готов был рукоположиться. Уже только сшили подрясник. И вдруг я его снял с себя и сказал, я не буду священником. Это не мое. Меня архиереи ловили буквально везде. Рукоположить, рукоположить. И здесь, и в Германии, в Америке. Это не мое. Так что я говорю не по зависти, а не по чем-то. Я говорю, действительно, быть священником. Это, считайте, там шесть слов о священстве Яна Златоуста. Какая ответственность. И как они туда лезут. Как они Бога не боятся. Я стал священником. Что ты знаешь? Ты должен жить нуждой этого народа. Так. Не может чувствовать себя в безопасности. Действительно так. Деяние 5.28. Вызывает апостолов. Били их и говорят. Не заплетели ли мы вам накрепко учить о имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим. И хотите навести на нас кровь того человека. Удивительно то, что кровь его на нас, на детях наших. Они не думали, кричали. А теперь навести на нас кровь того человека. Надо вперед немножко смотреть. Что будет из того? Да, вы его распяли, а он воскрес. Он принес в себя жертву Отцу Небесному за весь род человеческий. Он умер, но он и воскрес. И теперь он с нами всегда, когда мы его призываем на помощь. Вы говорите про Боина у главного попа, главный жрец. И репутация Гундяева невосстановима. Какая репутация? Перед кем? Может быть и так. Мне не дано это видеть. Но скажу, что претензии у людей очень большие к патриарху. Очень большие. Даже лично у меня. У меня претензия одна, самая большая. Почему они безбожников ставят священниками? Почему не верующих? Не знающих ничего в священном писании? Почему они крестят как попало? Не крестят, а ладошкой мокрой. Но православное учение, 50-е правило, апостольское. Если не в три погружения, священник извергается из сана. Как будто и везде этому привыкли. Православия-то настоящего нигде и нету уже. Нигде. Все искажено. От входа в храм. Нищие стоят, они не должны просить. Без мирной грамоты. Не там, что в церкви делается. Лукаш 16, 14. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Вот обвиняют, или сказать, смеются над вашим сребролюбием Невзоров. Но он правду говорит. Как живут они? В сельской местности они концы с концами священники не могут свести. Да и на них налоги, налоги непрерывно. Кто-то, епархия, обдирают до нитки. То архиерей приедет со своей свитой, и каждому что-то дай. Меня спрашивают, но вы знаете, хоть одного архиерей. Ахиерей, который не занимался бы поборами. Вот так. Я говорю, я знаю. Да вы что? А кто такой? Я говорю, Евтихий Курочкин. Это у нас был РПЦЗ, а потом на воде был он Домодедовским, у патриарха, векарным был. Это единственный архиерей, который никогда ничего не брал. У него даже на скоб на ногах не было. А что ему дадут, тем и питается. Вот я говорю только о сребролюбии. Примеры всегда бывали такие. 1 Тимофея 6.10. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Вот эти скорби как раз для церкви существуют. Убивают священников, раздробляют храмы, дорогие иконы воруют, сторожей убивают. И, милостью Божией, у нас ничего нет, ни икон, картинка какая-то есть. У нас деньги вообще не имеют обихода, как будто денежная система исчезла. Ни рубля, ни свящей у нас нету. Ничего нету. Купили, собрали, свящи отлили, батюшка поставил и все. Ни одно таинство, ни одна треба у нас не совершается за деньги. Притом только с верующими. Даже записки у нас трех видов. За здравие, за упокой, но только за своих, кого знаем, что умерли во Христе. А третья, самая большая куча записок, родственников, за родственников, которых желаем, чтобы они обратились к Богу, за обращением. Вот и все. В церкви сегодня все дурно поставлено. Киоски стоят. Да Христос выгнал торгашей. Они не могут без денег. И когда узнают про нас, говорят, да ну как это может быть, налоговая инспекция нас затрепала. Вы что-то скрываете, пришли, посмотрели, вообще ничего нету. Так у вас, это вы здесь и молитесь, да, мы здесь молимся. Мы каждый раз ролики ставим, показываем. Потрясшие священники у нас бывают, и они видят. Ну можем без этого обойтись, ну зачем все это нужно-то? Невзоров-то не имел бы этой пищи-то. Еще повторяю, на баптистов, на адвентистов не нападает. Не потому, что он их не знает, а потому, что там это в других размерах. Предатели, сексоты, везде были, устараблятцев. Но в таком масштабе, как у православных. Евреям 13.5. Когда мы говорим, что у нас все, отвенчание, крещение, люди приезжают, где ни копейки, у нас в устав несено. Даже если бы хотел священник, он не возьмет это. Не положено, положено святая десятина, больше ничего не надо. Все, но этого вполне достаточно. И от государства не брать деньги на строительство храмов. Не можете построить, он вам не нужен, собирайте с дома. Храм должен там быть, где хватит сил построить его. Далее пишет, за магические услуги платят. Так, это все бизнес, говорите. Изображать будут веру, пользоваться терминологией поповской, благословением. Вот это абсолютно точно говорит. И мы с этим встречались. Что-то нас станешь говорить, а кто вас благословил ездить? Да ни один поп не благословит. А кто вас благословил, Евангелие раздавать? Да не благословлят они на это. Он не знает это, он враг. Самые ярые враги это в церкви. Враги в церкви, их там надо смотреть. Я это говорю, говоря уже не раз писал патриарху Алексею, Пимену писал я еще и Кириллу написал, пригласив его в гости к себе. Это сказочный безналоговый бизнес. Это если дальше распилен будет концерн на счастье, за все, за что, за мигалки, и избавиться от посягательств церковников нам необходимо, на наше свободомыслие посягает. Позвольте, да вы же внук знатного чина НКВД, КГБ. Да кто посягал на нашу свободу-то? Да они учились-то у церковников. Церковь им предоставила монастыри, и в этих монастырях теперь тюрьмы. У нас в Барнауле женский монастырь монахини расстреляли, а теперь там тюрьма, в которой я сидел несколько раз. Хорошая тюрьма. Где я был? Я в пяти тюрьмах был. И скажу, что Барнаульская тюрьма самая хорошая. Но самая хорошая тюрьма, когда по кирпичику ее разнесут. Но здесь и обслуживание медицинское, и кормление, и обхождение. Видимо, все-таки вот эта кровь, монахинь, она как-то сказывается. Вот начальник тюрьмы меня неоднократно вызывал беседовать о вере. И умер по-христиански. Следователь меня допрашивал, обратился, принял правильное крещение с троекратным полным погружением. Следователь. Значит, надо стремиться к тому, чтобы Господь благодать свою дал истинно верующим детям Божьим. И в Санкт-Петербурге нашлись какие-то люди, согласились бы молиться за Невзорова, Александра, Глебовича. И чтобы душа его познала покой во Христе, чтобы не ушел он из этой жизни в этом страшном дьявольском обольщении. Никого он, чтобы не боялся. 1 Петра 5.2 «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия». Мало кому, священникам, сегодня это подойдет, что из усердия спасать они не знают как. Я спрашиваю священников, а чем мы отличаемся от сектантов? У сектантов что если, ну как, у нас иконы. Да неужели только иконами? Ну конкретно, поверьте, иконам не дано повелению, чтобы они у нас были, это мы сами придумали. Хотя объяснение я дам, что это не идолы. Ну что самое ценное у нас, чем мы отличаемся, они не знают. Попы не могут ответить, он говорит то, что совершенно к делу не относится. Если не знаете, я скажу. Самая ценность православия в том, что есть священство рукоположенное, законная иерархия. Во всех других вопросах православие проигрывает всем. И по образованию, и по отношению, и по мирности характера, во всем проигрывает. Но у нас самое главное это священство, и есть каноны церковные, и толкование церкви святых отцов. Все. А то, что я святых, это все на этом основано. У них этого нет. Они сами себя образовали, никакой связи нет с апостольскими временами. Вот где все. Самое наиглавнейшее. А дальше, когда начинаешь еще ближе говорить, ну вот сейчас, в данный момент, вы ощущаете себя православным? Что у вас тут конкретно в вашей деятельности? Ну, служба. Служба, служаки какие. Стоит хоть сколько на одном месте. Даже один человек в литургии, она должна случиться круглосуточно. Значит, такое огородит. Она должна вестись всегда, что-то где-то совершается. Вот Петр Мещеринов, игумен Данилова монастыря, об этом говорит. Лубочное христианство. Меньше всего о православии сегодня знают священники православные. В первом послании к Коринфянам 15.49 читаем. И как вы носили образ перстного, будем носить, мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Первое Иоанна 3.2. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Здесь Он говорит о будущем церкви, РПЦ. Он ее видит вот так, высчитывает. Я вижу вот так. Когда люди в РПЦ познают Бога, вот что их ожидает. Их ожидает верующих православных, Царство Божие, вечная жизнь со Христом. А не верующих, как сейчас РПЦ. Это вот программа, которую Невзора показал. Ничего, расколется, треть туда уйдет, треть сюда, деньги будут доходы. Это уже все было. И Он может оказаться еще и во пророках, среди тех, которые не признают святость церкви и изнутри церковь разваливают. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь.